Здравствуйте! В эфире «Космическая среда». Космонавты «Роскосмос» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, работающие на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём Защитника Отечества. Дорогие друзья, с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днём Защитника Отечества. 23 февраля – это праздник всех тех, кто служил, только готовится к воинской службе. И, конечно же, тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной Родины. Этот праздник на протяжении многих десятилетий отмечается всей страной с огромным подъёмом. Особые слова мы хотели бы сказать ветеранам, тем, кто научил нас побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели. Друзья, желаем вам мирного неба над головой, здоровья и удачи! Космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Антон Шкаплеров В центре Хруничева началась отгрузка ступеней ракеты-носителя «Протон-М» под межпланетную миссию «Экзомарс-2022». Отправка её на космодром Байконур ожидается в начале марта, а пуск к Красной планете – этой осенью. Российско-европейская миссия «Экзомарс» – крупнейший совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства. Первая часть его, орбитальный аппарат TraceGase Orbiter, или сокращенно TGO, уже успешно работает на орбите Красной планеты с 2018 года. Следующая часть – контактное исследование Марса. Для этого на Красную планету будет доставлена научная посадочная станция «Казачок» и исследовательский ровер «Розалинт-Франклин». Цель миссии – попытаться найти следы органической жизни. Регионом посадки выбрана равнина Оксия, с точки зрения глубинного анализа грунта именно этот регион наиболее интересен ученым. Бак горючего новой ракеты «Союз-5» отправлен на испытания из Ракетно-космического центра «Прогресс» в Центрально-научно-исследовательский институт машиностроения. Бак первой ступени перспективного носителя пройдет стендовое испытание на прочность к дальнейшему допуску к холодным, а затем и огневым тестам. В прошлом году специалистами «Прогресса» были проведены статические испытания бака-окислителя в подтверждении прочности. Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. В составе ракеты «Союз-5» будут использоваться новые двигатели. Маршевый двигатель первой ступени РД-171МВ разработки НПО «Энергомаш» и двигатель второй ступени РД-01-24МС разработки Воронежского конструкторского бюро химавтоматики. Последние будут работать на паре топлива-кислород «Нафтил». Запуски новой ракеты-носителя планируются с космодрома «Байконур» в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». В Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина экипаж МКС-67 провел тренировку по отработке действий при нештатных ситуациях во время посадки спускаемого аппарата «Союз-МС». Первыми экзамен сдали командир дублирующего экипажа МКС-67 Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петелин. Затем командир основного экипажа Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев. У космонавтов была задача чётко и правильно выполнить алгоритм действий, если произойдёт сбой в автоматике при входе в атмосферу или поступит рекомендация перейти на ручной управляемый спуск. Всё это делалось в двух режимах — статическом и динамическом, когда центрифуга вращалась. Главная задача — посадить спускаемый аппарат с минимальной перегрузкой и максимально близко к расчётной точке. Сейчас экипажи МКС-67 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам, после чего отправятся на Байконур, где продолжат подготовку к полёту. Старт пилотируемого корабля «Союзом С-21» запланирован на 18 марта 2022 года. В компании информационной спутниковой системы имени академика Решетнёва опробована технология изготовления многослойных печатных плат со встроенными электрорадиоизделиями. Благодаря новому для сибирского предприятия технологическому решению появилась возможность размещать электронные компоненты не только на внешней поверхности платы, но и компактно встраивать их внутрь. Снижение массы радиоэлектронной аппаратуры за счёт таких компактных печатных плат очевидный плюс для космического аппарата. Сэкономленное, благодаря инновационному подходу, бортовое пространство можно использовать для установки резервных плат. Это кардинально повысит надёжность аппаратуры. Многослойные платы со встроенными радиоэлектроизделиями уже успешно прошли квалификационные заводские испытания. На космодроме Байконур готовят к запуску спутники компании «Ванвеб». Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры приступили к подготовке стартового комплекса «Восток» площадки номер 31. Параллельно специалисты провели заправку разгонного блока «Фрегат», который будет разводить спутники на свои целевые орбиты. Пуск ракеты-носителей «Союз-2.1Б» с 36 космическими аппаратами «Ванвеб» запланирован на 5 марта в 1 час 41 минуту по московскому времени. Сейчас на орбите находится уже 428 спутников «Ванвеб». Все они были выведены с помощью российских ракет семейства «Союз». Нынешний запуск доведёт количество спутников на орбите до 464. Аппараты «Ванвеб» выводятся на орбиты высотой 1200 километров над поверхностью Земли. Их главное предназначение — обеспечение широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. На российском сегменте Международной космической станции планируется эксперимент «3D-печать» с целью отработки аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. Для этого в июне на грузовом корабле «Прогресс МС-20» на МКС доставят 3D-принтер. Разработчик принтера — Томский политехнический университет. Начать проведение эксперимента предстоит экипажу МКС-67 космонавтам Роскосмоса Олегу Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову, летящим на станцию в марте. Полученные образцы 3D-печати будут возвращать на Землю, чтобы ученые смогли сравнить их с образцами, сделанными наземным 3D-принтером. В будущем применение аддитивных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, а не ждать их доставки с Земли. Кроме того, 3D-печать будет крайне востребована при дальних пилотируемых космических полетах. 50 лет назад, 23 февраля 1972 года, с поверхности Луны стартовала возвращаемая ступень автоматической межпланетной станции «Луна-20» с образцами лунного реголита. Созданная в НПО имени Лавочкина, станция была запущена с космодрома Байконур к нашему естественному спутнику 14 февраля и через 6 дней полета совершила мягкую посадку поблизости моря изобилия. После прелунения было определено положение станции и получено изображение лунной поверхности. По команде с Земли начались операции по забору грунта. Взятые образцы были помещены в контейнер возвратной ракеты. После окончания перегрузки грунта в спускаемый аппарат с помощью телефотометра было повторно получено изображение места взятия проб грунта. Старт возвратной ракеты с поверхности Луны с образцами лунного реголита состоялся 23 февраля. Спустя трое суток капсула с 55 граммами лунного грунта была извлечена специалистами из посадочного аппарата, который приземлился в 40 километрах с северо-западнее города Джисказган. Программа полета станции «Луна-20» была полностью выполнена. В этом году впервые в современной отечественной истории планируется отправка спускаемой станции на поверхность нашего естественного спутника. Аппарат «Луна-25» должен совершить посадку в труднодоступном районе южного полюса Луны, а затем провести научные исследования, включая забор и анализ лунного грунта. На сегодня всё. И до встречи в космической среде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова